Счастье быть мамой. Сегодня его может испытать любая женщина. Если по состоянию здоровья семейной паре не удается зачать ребенка, для них доступны процедуры искусственного оплодотворения. Раньше ЭКО стоило баснословных денег. Не большинство пар не могли позволить себе такую роскошь. Сейчас же воплотить мечту в реальность можно бесплатно. Все расходы на анализы перекрывает обязательное медицинское страхование. Ежегодное количество программ, которые проводятся за счет средств ОМС, увеличивается. И на 2021 год у нас запланировано свыше 600 программ за счет средств ОМС. И, соответственно, это покрывает потребности региона в этой проблеме, в этом диагнозе. То есть для пар, которые имеют диагноз бесплодия, получить эту услугу стало возможно, бесплатно и быстро. По статистике, 15% населения страдает от бесплодия. Специалисты говорят, возраст, в котором пациенты обращаются за помощью, помолодел. Если в течение года у семейной пары не получается зачать ребенка, лучше не надеяться на авось, а обратиться к врачу. У супружеских пар, где женщина в возрасте до 30 лет, эффективность проводимых программ ЭКО будет свыше 60%. Чем женщина старше, тем эта эффективность будет снижаться. Если возраст старше 40-42, мы не можем говорить о достаточно приличном проценте. То есть этот процент будет где-то 20 и не более. Процесс подготовки к процедуре максимально упрощен. Сперва будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию, сдать все анализы. Если попасть на прием не получается, можно прийти в перинатальный центр «Мама», где каждую среду принимает Ирина Викторовна. Прием ведется по предварительной записи и совершенно бесплатно. На выходе будущие родители получат все необходимые рекомендации. После чего врач индивидуально работает с каждым конкретным случаем. Если все показатели в норме, начинается активный этап подготовки к самой процедуре. В совокупности он занимает пару месяцев. Затем женщине проводится стимуляция, суперобуляция. Женщина колет препарат или она обращается в центр медицинский, который проводит программу ЭКО. Ей назначают препараты, гормональные препараты. Но дозы этих препаратов чрезвычайно невелики. Они подбираются индивидуально с учетом возраста, анамнеза, состояния здоровья данной конкретной женщины. После этого начинается непосредственно забор яйцеклеток. Весь процесс специалисты сравнивают с ювелирной работой. Для достижения результата важно учесть множество факторов. Вся так называемая магия происходит в лаборатории, где установлено современное оборудование. Здесь мы видим держатели. На концах этих держателей находятся пипетки, так называемые микроиглы. Много разных синонимов. Справа пипетка держит аоцит, женскую клетку. Левая пипетка или микроигла помогает посадить сперматозоид внутрь яйцеклетки. И таким образом происходит оплодотворение. Будущие малыши не терпят холода. Поэтому поверхность, на которой в дальнейшем работают с эмбрионами, подогревается до 39 градусов. Это чуть выше базальной температуры тела женщины. Здесь растут эмбрионы в течение пяти дней. Температура внутри максимально приближена к естественной. Так же, как и условия, внутри темно и влажно. Ульяновская область – одна из немногих, где процедура ЭКО доступна для каждого. Сюда обращаются за помощью и жители других регионов. Так, Юлия Горбунова приехала в Альянск клиник из Самары. Благодаря грамотной работе специалистов, сегодня она счастливая мама девочки. Вся беременность прошла под чутким руководством врачей. Никаких побочных эффектов из-за процедуры у Юлии не было. Очень долго мы тратили время у нас в Самаре. Как бы все это не очень, как-то все успешно, очень все долго. И вот волею случая мы попали в Ульяновск. В Ульяновске как-то сразу мы нашли, знаете, такую химию, какой-то контакт. У нас был с Ириной Викторовной Гордеевой. Мне как бы сразу стало понятно, что человек, профессионал просто от Бога. И все вот шло сразу, с самого начала уже идеально. На 2021 год в Ульяновской области на бесплатное обследование перед процедурой ЭКО выделено 4 миллиона рублей. Правительство региона успешно следует основным направлениям по национальному проекту «Демография». Александра Никитина, Владимир Куликов и Герман Баранов. Улправда ТВ.